Когда мама сначала мог по лицу случайно задеть, мог по руке, мог по уху. Ну сильно, да, то есть? Ну, если человек пьяный, то да, получалось сильно. О рукоприкладстве отца дочь рассказывает спокойно. Это было в порядке вещей. Несколько лет назад в отношениях некогда дружной семьи что-то надломилось. Сейчас бывший глава семейства и по совместительству хозяин квартиры готов выставить девочку за дверь. Он прямым текстом мне говорил, что хочет выселить, что 18 лет. Хочешь жить со мной? Живи. Хочешь жить с мамой? Конечно, я уйду с мамой. Я не буду с мамой жить. Мать, с которой мы встречались ранее, рассказала. Все 17 лет с мужем прожила в гражданском браке. Юридически он имеет полное право выписать из квартиры их дочь. Проблема усугубляется тем, что у девочки плохо со здоровьем, а именно с глазами, есть инвалидность. Я хочу, чтобы он оставил ребенка-инвалида в покое, чтобы ребенок здесь жил. Теперь он поставил такое условие, что ребенок только здесь живет до 18 лет. После 18 лет он нас выгоняет. Бумаги в руках женщины, постановление, что квартира находится в аресте из-за долгов за ЖКХ. Есть решение суда. Муж должен по алиментам больше 400 тысяч рублей. Сегодня мы пообщались с отцом девочки. Позиция у него четкая. Свою дочь из квартиры он не выгоняет. У нее есть выбор. Она хочет остаться с отцом. Может остаться, я не выгоняю. Хочет матери уйти, мать уйти. И мне важно мать погонять оттуда. Пока девочке не исполнится 18 лет, все останется как есть. Правда, уже в следующем году хозяин намерен вернуться в свою квартиру с новой семьей. Если дочка захочет жить с мамой, отец ей поможет. Но, судя по отзывам о бывшей супруге, полюбовно этот вопрос точно не решится. Я бы на работу выйдал, буду алимент платить. Будете алимент? Конечно. Вадим Струминский, Евгений Узаев. Новости Татарстана.